Прошу прощения, что без микрофона записываю. Не всегда успеваю подготавливаться к съемкам. Входим мы, осматриваем наш плотносящий сад с абрикосом. Красивое дерево нашел, такие розоватые цветы у него. Очень обильное плотношение. Завязи есть практически с бутонами на самой макушке. Не подмерз, не подобрел. Будем дальше наблюдать. Только в комментариях не спрашивайте, что это за сорт. Здесь высажено на этом участке на 6 гектаров порядка 20000 сеянцев и каждый сеянец уникальный. Сорта у них будут только тогда, когда мы отберем, допустим, вот это дерево, которое плотоносило. Оно хорошо завяжется, хорошо плоды будут хорошего, достойного вкусного размера. Мы его будем размножим. Где-то примерно деревьев до 20 несколько лет на него будем наблюдать. И в лучшем случае, на сегодняшний момент, лет через пять, сорт будет присвоен название. Ну, это пять лет, если без государственной регистрации. А если без государственной регистрации, чтобы мы включили в реестр по всем программам, ну, будет 15 пройдет, наверное, от сегодняшнего разговора. Поэтому каждой форме, что здесь растет, это не сорт. Это форма, сеянец. Они все индивидуальные, с разными параметрами, с габаритами. Из них нам нужно сейчас стоит задача путем. Естественный отбор уже, какая часть произошла. Вот, пример, дерево, оно уже подмерзает несколько лет. Оно не гибнет и не подмерзает. Какие-то формы, которые не зацвели, тоже естественным отбором прошли. Плюс, естественным отбором прошли форму, которая под привоню в корневой шейке склонны. У нас здесь, так как глинистые почвы, после дождей стоит вода. На испытательном участке это очень хорошо. Мы естественным путем отметаем ненужные нам экземпляры. Плюс, у нас здесь нет химических обработок. Мы здесь не обрабатываем, не считая стимуляции цветения, то, что бором мы проводили. Нет болезней, нет вредителей. Это еще один плюс к естественной такой селекции. Природа сама выберет те самые мощные, крепкие и адаптивные к нашим условиям болезни. Ну и нам меньше останется работы. То есть, природа помогает нам проводить селекцию. Все это можно проводить и другими методами, промораживанием в камерах, как делал Виктор Валерьянович Кичин, когда занимался при жизни селекции яблони. Чтобы не ждать, получил гибридные формы, выселил и получил саженцы. И чтобы не ждать еще несколько лет на изучение морзостойкости этих колоновин яблони, у него была специальная камера, криво камера, как она правильно называется. И он там промораживал черенки из минус 10, держал какое-то время, минус 20, минус 30, минус 40. И на основании этих данных он уже мог увидеть, насколько тот или иной сейнец, сейнец, не сорт, подвержен подмерзанию. У нас такой методики нет, криво камеры. Нам все, что природа дает, природа дает нам плохую весну, плохую зиму и плохое лето. Вот этими тремя методами мы и пользуемся в селекции апрекозов. Но плюс наши ноу-хау, которые, к сожалению, я вам рассказать не могу.